И я во время перерыва говорила с одним человеком, который напомнил мне о том, что происходит сейчас в нашем мире. И эта женщина очень переживает о тех вещах, о которых я говорила. Это кровавая луна. И о других вещах, которые вот так совпадают как-то сейчас и похожи на то, что это последние времена. И я знаю, что люди говорили о последних временах на протяжении веков. Каждое поколение говорило о том, что это конец времен уже. Но никогда до этого не исполнялось только пророчества одновременно, которые указывали нам на Армагеддон. И до того, как приехать сюда на Украину, я молилась и вопрошала Господа, о чем мне говорить. И он показал мне Первое Петра. В Сан-Диего есть очень известный пастор. И он говорил о том, что Первое Петра – это будет самая читаемая книга из всей Библии в последние времена. И вот что хорошо. Если сейчас последние времена, и что-то произойдет внезапно, пусть для нас это будет сюрпризом. И знаете почему? Потому что мы слышали, мы читали уже об этом. И нам не надо страхи, паники, взывать к Богу, Господь, где ты, ты видишь, что все рушится в этом мире. Мы должны помнить о том, что говорил Петр. Радуйтесь о своем спасении. Радуйтесь о своем наследии. И помните, что это всего лишь небольшая часть по сравнению с вечностью. В первой части мы говорили о важности спасения. И сейчас такая трудная часть о важности подчинения. И она начинается во второй главе, одиннадцатом стихе. Мы говорили о том, что это было раньше. Прочитаем одиннадцатый стих. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. И в тринадцатом стихе говорится о том, чтобы мы были покорны властям. И, возможно, это трудно для нас, да, подчиниться тем людям, тем властям, которые над нами. И, может быть, у вас такой начальник, да, которому очень трудно подчиниться. И здесь говорится о том, чтобы вы не боялись этого. В это время будет великим ваше свидетельство. Я знаю, что мы можем выглядеть так, как будто бы мы покоряемся, подчиняемся какому-то человеку, да, но внутри плохо к нему относиться. Ну, представьте себе, да, что у вас такой начальник, который заставляет вас работать больше, чем остальных. Может быть, это женщина, и она хочет, чтобы вы делали какую-то работу вместо нее. И Петр говорит о том, если вы хотите, чтобы ваше свидетельство было великим, покоритесь. Да, и вы, и я знаем, что мы внешне можем выглядеть, как будто бы мы подчинились какому-то человеку, да, а внутри так делать, ва-ва-ва, на него. И в этом отрывке говорится о том, чтобы мы были покорны властям. Из 14 по 23 стих здесь говорится о том, чтобы мы подчинялись в нашем служении. И вы знаете, что слово «служение», оно происходит от слова «поклонение». Может быть, вы слышали, да, вместе «служение», «поклонение». И когда два этих слова употребляются вместе, это означает, «когда вы служите другим людям, это является вашим поклонением». Если вы служите своему мужу, служите своему начальнику, или вы служите в церкви, вы служите на кухне, убедитесь в том, что ваше служение, оно является чистым, да, то есть внутри вы чувствуете, что это чистое служение. Потому что это часть вашего служения, поклонения. Представьте себе, да, если бы во время поклонения, когда мы пели сегодня песни, мы бы стояли и так по сторонам смотрели, что я тут делаю, поклонение какое-то. Это было бы нехорошим, неправильным поклонением, не так ли? И мы так поступаем, если мы внутри себя, да, не имеем правильного отношения к служению. И 14-15 стих тут говорится о исполнении, да, воли Божьей, о том, что мы поступали как рабы Божьи. Чтобы мы показывали уважение ко всем. Любили семью верующих. И я вижу здесь, в этой комнате, что вы показываете любовь друг к другу. И я знаю, что Господь доволен этим. Дальше говорится о том, чтобы мы боялись Бога. Да, и проявляли, да, уважение к властям, там, к царю, к президенту. И в 21-м стихе говорится, что мы должны так поступать, потому что Иисус для нас пример. И 3-я глава, это самая трудная часть, да, где говорится, что мы должны повиноваться своему супругу или супруге. И Пётр знал, да, что брак – это очень трудная штука. И в шести стихах он обращается к женщинам, и только в одном стихе обращается к мужчине. И он говорит о том, что важнее наша внутренняя красота, чем внешняя. Хочу признаться вам. Моя воля не сделала ничего сегодня. Моя воля просто была в своем уме сегодня сегодня. Она просто не совпадает с мной. Моя воля было так трудно работать сегодня сегодня. Да, сегодня утром мне очень трудно было почему-то сделать себе прическу. и выглядит не очень красиво. И я подумала, что я просто могу собрать все в хвостик. И кто-то сфотографировал сегодня у меня утром. Я посмотрела на эту фотографию. И я сама себе сказала, «Каролин, ты сегодня некрасивая». Это правда. И я стала обращать на это очень внимание. Я подумала, ой, ну сейчас все женщины будут думать о том, какая я некрасивая. И Господь напомнил мне этот стих из Библии. Что я должна концентрироваться на внутренней своей красоте, а не на внешней. И правда в том, что все мы хотим выглядеть красивыми, привлекательными, да, потому что мы девочки. Мы все любим комплименты. И Петр напоминает нам о том, чтобы мы обращали внимание больше на то, что внутри нас, а не снаружи. И муж с большим желанием придет домой к жене, которая имеет хорошее настроение, у которой внутренняя красота больше внешней. И во втором стихе говорится о том, чтобы мы подчинились. Я вспомнила Сара, когда я читала это. Здесь на мне вспомнилась Сара. Мы читаем в Ветхом Завете, что Сара была женой Авраама. И два раза он предавал ее. И два раза, да, он там царям каким-то говорил, что она его сестра, а не жена. И она рисковала по этому своей жизнью. И когда ее забирал, да, вот этот царь, и собирался сделать ее своей женой, Господь оберегал ее. Авраам так поступал, потому что он больше беспокоился о себе, чем о своей жене. И некоторые из вас здесь, да, они испытали это предательство со стороны мужчины. Вас обманывали. Возможно, да, была какая-то другая женщина. Возможно, вас даже муж оставил. Но Сара продолжала выказывать уважение Аврааму. И для нас, да, пусть это будет вызовом, что, несмотря ни на что, мы должны продолжать уважительно относиться к людям. Это не означает, что вы должны позволять кому-то разрушить вашу жизнь, да, например, избивать вас. Но мы должны подчиняться нашим мужьям в библейском понимании. И в седьмом стихе говорится, что мужья должны обращаться благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. И это очень важный стих в послании Петра. Надо делать это, чтобы не было препятствия в наших молитвах. И я думаю, что некоторые молитвы до моей имели такие препятствия, потому что я плохо относилась к своему мужу. Я думаю о том, что несколько лет тому назад были препятствия в моих молитвах именно из-за того, что я плохо относилась к своему мужу. Да, я это вижу из седьмого-восьмого стиха. Надо уважительно относиться к людям, чтобы не было препятствий вашим молитвам. И мы должны помнить об этом, потому что звенит тревожный звонок. Я думаю, что в это последнее время мы должны тратить наши силы на то, чтобы расстраиваться из-за каких-то людей. И в восьмом стихе, в восьмом стихе говорится о важности страданий. Мы говорили о том, как важно спасение, как важно подчинение, не только подчинение властям, но и нашим мужьям. А сейчас о важности страданий. И в восьмом стихе говорится «Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смирены, мудры». Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Помните историю об Иосифе, о том, как он стал рабом из-за того, что его братья продали в рабство? Ну, несмотря на это, он не жаловался, а прославлял Бога своими делами. И вещи в его жизни, да, события становились еще хуже, и он попал в тюрьму. На протяжении десяти лет он страдал. Но, несмотря на это, Господь явил свою славу. И в конце концов, он стал вторым человеком в государстве, которое было самым большим государством того мира. И поэтому мы должны смотреть на то, как мы относимся к нашим страданиям. И вначале, да, мы с вами говорили о том, что мы должны радоваться в страданиях. И то же самое, и поступки должны быть правильными. В девятом стихе говорится о том, что мы должны жить для славы Божьей. В семнадцатом стихе говорится о том, что мы должны жить согласно его планам. И в четвертой главе с первого стиха говорится о том, что мы должны быть отделены от каких-то мирских вещей. Быть отделенными. Что это значит? Я думаю, что это говорится, например, о том, если есть у нас друзья, которые неверующие, да, и которые пытаются нас утащить в какую-то не ту сторону, мы должны отделить себя от них. У меня есть две подруги-христианки, да, с которыми мы собирались и обсуждали других людей. И Господь проговорил мне мой дух, что ты должна отделить себя от этих подруг. «А я говорила себе, нет, Господь, я могу оказывать положительное влияние на них. Я могу говорить им о том, как плохо сплетничать. Но это никак не поменяет их. Они будут продолжать сплетничать о людях в церкви. И знаете, да, что происходит, когда вы находитесь среди тех людей, которые сплетничают. Они точно так же обсуждают вас с другими людьми. И потому что я не послушалась Бога, именно это и произошло. И, может быть, у вас в школе, да, может быть, вы молодая девушка, есть такие друзья, подруги, которые вас в каком-то неправильном направлении пытаются утянуть. И, возможно, вы одинокая женщина и есть какой-то мужчина, который привлекателен вам, но он не тот, кто вам нужен. И если вы одинокая женщина и хотите выйти замуж, вы должны быть наполнены Богом. И первое, что вы должны, вы должны прийти ко Христу. И если вы прилепились, да, в чем-то к миру, вы должны быть отделены от кого-то или от чего-то в мире. Может быть, вы должны оторваться, да, отделить себя от телевизора. Чтение романов, журналов. В седьмом стихе четвертой главы говорится «Будьте благоразумны и бодрствуйте молитвах». И в восьмом стихе говорится о том, что мы должны любить друг друга. И в девятом стихе говорится о том, что мы должны находиться в церкви, быть странолюбивы друг к другу. И, может быть, у кого-то, да, возникает такое желание, да, покинуть церковь. Но слово нам говорит, что мы должны оставаться в церкви. И причина, потому что мы взаимозависимы. И мы должны поддерживать друг друга, но в то же время мы должны и говорить какие-то вещи, указывать на то, что это может навредить тебе. И однажды один мой родственник флиртовал с другой женщиной, я заметила это. И он был женат на ком-то из моей семьи. И определенно он заинтересовался той другой женщиной. он называл себя христианином. И я почувствовала, что Господь хочет, чтобы я поговорила с Ним. И я спросила Господу, Господь, Ты хочешь, чтобы я пошла и поговорила с этим родственником? Иисус сказал это сделать. Но не иди и не говори с Ним, пока ты не почувствуешь, что ты испытываешь такую же любовь к Нему, как и я. И когда вы идете кому-то что-то говорить, не делайте так. Нет. Вы обрабатываете и скажете, что ты делаешь какие-то вещи такие, которые неправильны и они даже опасны могут быть для тебя. И шесть месяцев потребовалось на то, чтобы я почувствовала вот эту Божью любовь к этому родственнику перед тем, как пойти с Ним говорить. И когда я подошла к Нему, я не сказала ему, что я вижу тебя согрешающего. Я рассказала ему о грехе в своей жизни. Я рассказала ему о тех грехах, которые были у меня в прошлом и от которых Господь освободил меня. и я задала вопрос своему родственнику. Ты действительно хочешь идти по этой дороге, которая приведет тебя к трагедии? Я сказала ему, что Иисус любит тебя и хочет освободить тебя. И мой родственник исповедовал свой грех, покаялся. А если бы я подошла к Нему, да, и сказала, не делай этого, ты приносишь вред моей семье. Он никогда бы меня не услышал. Только тогда, когда мы наполняемся любовью Иисуса, тогда люди слышат нас. И точно так же, когда мы говорим с нашими детьми. Все мы, да, у кого есть взрослые дети, мы можем сказать, что так оно и происходит. Вы должны исполняться любовью, да, чтобы они услышали. И давайте, да, перепрыгнем на пятую главу. Здесь говорится о важности подчинения. Здесь говорится о лидерах церкви. И в первом стихе говорится, будучи пастырем, да, то есть лидером, будьте свидетелем. И со второго по седьмой стих говорится, если вы лидер, то будьте спиренны. И возможно, да, если звучит этот тревожный сигнал и могут произойти еще более худшие события, это говорится к нам, да, чтобы мы были спиренны. И в третьем стихе говорится, что мы не должны использовать свое положение в церкви для того, чтобы показать свое превосходство над людьми. и говорится особенно для молодых. Говорится о подчинении друг к другу. Я знаю, что и в вашей стране, и в моей стране происходит то же самое, да, но молодые люди, они не смиренные. Иногда на них очень мало одежды одета. И в шестом стихе говорится, «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Однажды этот стих очень сильно использовался в моей жизни. когда Господь призвал меня на служение, Он сказал, что я должна быть помазана, рукоположена в церкви Назарянина. И когда я подошла к пастыре, Он сказал, «Да, я вижу, что Господь хочет, чтобы ты сделала это». И в это время я вела библейские занятия. И в это время мы искали дом, где бы мы могли проводить эти библейские занятия для 17 женщин. и к нам пришла женщина на коляске. И мы нашли дом, но там были ступеньки, по которым нам приходилось поднимать эту коляску, чтобы она попала в дом. и один из членов этой группы подошел, сказал, что больше здесь не надо проводить библейские занятия. И я сказала, что мы молились и так долго ждали этого помещения. И это было против правил, да, очень опасно поднимать ее и переносить в этом кресле. И я расстроилась очень. Я сказала, что ваш дом, он несовершенный. И на следующее воскресенье мне надо было проповедовать в моей церкви перед шестистами человек. До этого я никогда не проповедовала перед таким количеством людей. Мы ходим в церковь, которая находится по соседству с Назарянским университетом. В этой церкви профессоры, да, которые изучают Новый Завет, теологию. И когда я сказала такие грубые слова, да, человеку из нашей церкви, Бог обличил меня. Бог сказал, если ты хочешь, чтобы было мое присутствие и ты могла говорить мое слово, пойди извинись перед этим человеком. И, конечно, я начала спорить с Богом. я сказала, говорит Господь, но ты же знаешь, что нам необходимо место для наших библейских занятий. Но Господь сказал, что ты должна смириться и покажать уважение к властям. Ты должна смириться перед Господом. Если ты хочешь встать перед всеми этими людьми и говорить им. Поэтому я смирилась и пошла к этому человеку и принесла свои извинения. Очень тяжело, да, смириться, когда мы думаем, что мы правы. Но если мы хотим быть исполнены Духа Святого и хотим иметь хорошее свидетельство, мы должны смиряться. И седьмой стих очень известный. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Извините. Одна из вещей, которую я узнала, да, вот находясь среди женщин, что у женщин есть страх. У нас есть страх отвержения, страх перед поражением, страх находиться на вершине какого-то здания. Очень много разных видов страха. И в седьмом стихе говорится, все заботы, но видите, в английском языке немножко другое тут слово, да, все как бы, весь страх возложите на него, ибо он печется о вас. Беспокойство. То есть здесь как бы беспокойство, да, беспокойство такое с примесью страха, что вы боитесь, что что-то произойдет. Немножко у них другое слово. Какой страх, да, какое беспокойство есть у вас? Может быть, страх, что вы никогда не выйдете замуж. Может быть, такой страх, что до конца месяца не хватит денег. Страх, что ваши дети не останутся в церкви, да, или не вернутся к Господу. Может быть, страх, что кто-то в семье может вашей умереть. Может быть, у вас страх, что вы сами умрете. Хотя-то мы все умрем. Какой страх у вас есть? Но Господь говорит, да, такие слова, что все заботы, все беспокойства, все страхи Он заберет себе, да, потому что Он заботится о нас. И через несколько минут мы будем молиться друг за друга. Это будет хорошее время, чтобы вы поделились своими беспокойствами в той группе, в которой вы будете, и помолились об этом. Вы знаете, что у нас Бог, который отвечает на наши молитвы? Вы знаете, что вы можете слышать, как Господь говорит вашу жизнь? Хотя я воспитывалась в христианской семье, я не знала этого. Иногда мысли приходили мне в голову, и я не могла понять, от Бога эти мысли или нет. И я поняла, что если ко мне приходит мысль, которая для меня, то есть это не моя мысль, я вижу, что она приходит из Слова Божьего, то это точно мысль от Бога. И я все больше и больше стала прислышиваться к голосу Бога. Иногда Он проговаривает ко мне, когда я читаю Библию, как бы слова Его выпрыгивают из страниц, и они точно обращены ко мне. Мой отец, I'm surrendering him. Было такое событие в моей жизни, что умер мой отец, и я, мои сестры и братья как бы делили наследство после его смерти. И в это время я читала о Аврааме и Лоте. И им надо было какие-то вещи поделить между собой и разойтись в разные стороны. И Авраам мог делать первый выбор, потому что он был старший. Он был он ответил на Божий призыв, а Лот, он просто пошел за ним. Но Авраам сказал, что Лот, ты можешь первым сделать выбор, а я соглашусь на то, что останется. И Бог благословляет то, что осталось. И Бог благословил Авраама. Хотя Авраам первый не взял эту первую роль. И поэтому, когда происходил раздел имущества моего отца, я сказала своим сестрам, вы можете выбирать первыми. и я так поступила только потому, что Господь проговорил в мое сердце, да, сказал мне эти слова, когда я читала Библию тем утром. давайте позволим, да, словам Бога говорить в нашу жизнь. И мы можем это делать, если мы читаем это каждый день. и иногда мне на ум приходит песня. Например, такие песни, которые мы пели сегодня утром. И это может быть именно такая песня, которая мне нужна сейчас, чтобы я все свое внимание сконцентрировала на Иисусе. Когда моя мама умирала от рака, я находилась рядом с ней. И это и Господь напомнил мне песню, там были такие слова, чтобы я свой взгляд устремила на Иисуса. И я пела ее своей матери в то время, когда она уходила в вечность. И каждый раз, когда я прохожу через какие-то трудности, каждый раз, когда я нахожусь в таком ужасном состоянии. И каждый раз в день матери, да, такой праздник, когда я вспоминаю свою маму, я обязательно где-то услышу эту песню. Например, я в церкви и этим утром поют именно эту песню. и я включаю радио, и по радио звучит эта песня. Я верю, что Господь говорит нам через хорошую музыку. Я верю, что Он говорит к нам через Божьих людей. Когда кто-то, который полный Господь смотрит тебя в глаза и говорит в твою жизнь, ты знаешь, как Господь говорит в тебя через них. Господь говорит через такого человека, который исполнил Духа Святого, да, смотрит тебе в глаза и как бы передает слова Бога в твою жизнь. Мамы и бабушки, хочу вам что-то сказать. Мир лжет детям. что-то может происходить в школе и ребенок возвращается и у него о себе представление, что он глупый и некрасивый. И это ваша работа разрушить эту ложь. И это ваша работа посмотреть в глаза ребенку и сказать «Я тебе говорю сейчас истину, ты не некрасивый, ты не ужасный, ты не глупый». И у нас есть Дух Святой. И Дух Святой может говорить в нашей жизни и точно так же разрушать ложь. И из-за того насилия, которое я пережила в детстве, я думала, что я грязная и все в моей жизни разрушено. И я испытывала такой стыд, что я не могла сказать ни маме, ни кому-то другому о том, что со мной произошло. И у меня была дислексия, слова как бы перемен... ну... менялись местами, когда я читала. И мне казалось, что я глупая. И в старшей школе одна девочка сказала, что у меня самый большой нос, который она когда-либо видела в жизни. И я думала, что я ужасно некрасивая. лжи. И я верила этой лжи. И единственный способ, как эта ложь была разрушена в моей жизни. И эта ложь была разрушена, когда я читала слова. И я читала Божье слово, где Господь говорил, что в его глазах я прекрасна, точно так же, как прекрасны и вы. вы. И я хочу сейчас сказать вам истину. Вы умные. И кто-то может подумать, что я говорю не к вам, не к тебе, но я говорю именно к тебе. Ты очень умная женщина. я думаю, что враг очень долго лгал тебе. И ты можешь подумать, что ты слишком много ошибок сделал в своей жизни. Но Божье слово говорит, что весь грех покрыт кровью Иисуса. И если вы говорите, ну я очень много согрешала, это как будто вы говорите Иисусу, ну то, что ты пошел на крест, этого недостаточно. Все грехи абсолютно покрыты кровью Иисуса. И вы достаточно хороши. вы сокровище. Он заботится о вас. Он никогда не покинет вас и не предаст вас. И в Исаии 41 главе говорится, что Он держит над вами свою руку. Вы женщины, которые избраны и прекрасны. И я хочу, чтобы вы жили святою жизнью. Особенно, когда вы находите в каком-то стрессе, проходите трудные времена. вы слышите тревожный звонок, вы думаете, что он к кому-то другому, вы стучите в стену. Пробудитесь, прокиньтесь, да, этот звонок для вас. Возрадуйтесь. Живите святой жизнью. подчините свою жизнь властям для того, чтобы ваше свидетельство было сильным. Все свои страхи, все беспокойства возложите на него, потому что он заботится о вас. Он любит вас. И после небольшого перерыва Ирина Юрьевна разделит вас на группы молитвенные. И может быть кто-то поделится с каким-то свидетельством, что я верю, что Господь делает невероятные вещи на этих конференциях. я верю, что мое служение помогает вам стать верующими женщинами молящимися. И я хочу вас быть доволен вернуться к вы живете и найти группу женщин к молящим с на и когда вы уйдете отсюда, соберите группу женщин, которыми вы можете молиться в какое-то время на протяжении недели. Потому что Он заботится о вас. Давайте помолимся. Господь, Твое слово дает нам ободрение. Благодарим о том, что ты напоминаешь нам о важности спасения. Благодарим тебя о том, что ты напоминаешь нам о том, что мы должны радоваться даже когда плохие вещи происходят с нами. Спасибо что нас дает благодарим за то, что ты напоминаешь нам о том, чтобы мы должны подчиняться тем людям, которые стоят над нами. и благодарим тебя, что посреди этого ты призываешь нас быть святыми. подчиняясь властям, правительству, подчиняясь нашим мужьям, мы можем быть святыми. И благодарим тебя о том, что ты напоминаешь нам о важности страданий. И если ты явил свою славу в то время, когда Иисус умирал, ты точно так же можешь явить свою славу и в тех трудностях, что у нас есть. И благодарим тебя о том, что ты напоминаешь нам о важности подчинения тебе в нашем служении. чтобы мы были смиренными. Чтобы мы находились в бодром состоянии. И просим Господь дай нам понять, что этот звонок он звенит для нас. Помоги нам прокинуться и быть готовыми. Молюсь, чтобы ты благословил этих женщин. во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...